Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале на очередной обжираловке. У нас сегодня пиде. Выглядит она вот так вот. Почему-то в кадре кажется маленькой, и она невероятно просто мягкая. Чтобы сделать такое идеальное тесто, мы делаем его как для хачапури. Кстати, я вам ссылку на рецепт хачапури оставлю, потому что посмотрите, насколько мягко просто. Вот, просто красота. И здесь еще колбаска. Такая копченая, как я люблю. Напиток у нас Лайман Фрэш Добхан. Это что-то вроде окрошки, очень вкусный напиток. И такой болгарский перец, который мы будем откусывать в процессе. Давайте приступим. У меня, если честно, сегодня настроение не вау. Могу объяснить, почему. Помните, я вам до этого рассказывала, что я лунатик. Я иногда хожу, и долгое время у меня это не прослеживалось. Голючо. Сегодня ночью я опять ходила. Разбудила меня мама. Ну, как разбудила. Мама увидела, что я хожу по квартире в 4 часа ночи. Мама говорит, я сначала подумала, что опять пранк снимаешь. Обернулась туда-сюда, вижу, что камер нет. Не знаю, как эту проблему решать на самом деле. Меня это жутко немножко раздражает. Я боюсь, что я куда-то уйду. Что-то с собой сделаю. Прыгну через балкон. И в этот момент, когда мама меня разбудила, я стояла рядом с ванной комнатой и просто вот так вот стоя спала. Представляете? Глаза у меня были закрыты. Я просто, оказывается, вот так вот стою. Причем я надела тапочки. Во сне надела тапочки. Мне самой иногда так жутко бывает от таких моментов. Я в этот момент, когда проснулась, мама мне говорит, запиши. Свой сон. Что ты сейчас видела во сне? Потому что обычно, если я сразу не запишу свой сон, то я забуду. То есть как-то у меня стирается в памяти. Например, утром я резко проснулась. Я помню, что я видела во сне. Но если проходит час-второй, то все. Я уже не помню. Я записала. И вы знаете, я видела очень странный сон. И очень часто вижу его, но в разных вариациях. Я постоянно вижу во сне, как будто я не могу доехать домой. То есть вот, например, сегодня, когда я как лунатик ходила, у меня был очень тревожный сон. Иногда я его вижу. Суть заключается в том, что я в непонятной местности не могу доехать до дома. И со мной еще три девочки, которые мне говорят, что они типа знают путь. И мне говорят, давай на такси поедем. Я смотрю, что у меня в кармане вообще денег нет. Потом я вспоминаю, что у меня в приложении на телефоне в приложении уже прикреплена карточка. То есть я могу поехать на такси и вычтиться с моей карты. Обычно я всегда так делаю. Я понимаю, что у меня денег нету. Решила поехать на автобусе. И там по дороге вяжем метро. Я говорю, ладно, вы как хотите. Я поеду на метро. Они уезжают на автобусе. Я иду к метро. Потому что типа мне надо два автобуса поменять, чтобы доехать до дома. На метро я могу до дома доехать. Захожу в метро. Типа метро закрыто. В общем, получается какой-то замкнутый круг. Я пытаюсь доехать до дома. У меня это ни в какую не получается. И тут я просыпаюсь дома. Стою около ванной комнаты. Мне кажется, что просто мне не стоит смотреть страшные фильмы. Вообще, я считаю, что ужастики. Я их очень люблю. Обожаю. Это любимый мой формат. Мне кажется, они очень пагубно влияют на наш организм в целом. Психологически. Я читала в интернете, что ученые сделали эксперимент. Взяли 20 крыс или мышек, точно не помню. которые были которые были в группе риска заболеть онкологией. И десятерых постоянно подвергали стрессу. А другим создали идеальные условия для жизни. И что вы думаете? Те десять, которых постоянно ждал стресс, они в скором времени из десяти девять заболели онкологией. То есть стресс как раз таки влияет. я не врач но я знаю одно из-за какой-то фигни не стоит расстраиваться. Потому что все болезни прежде всего от стресса. Мне кажется как раз таки вот эти страшные фильмы они вызывают тот самый стресс. У нас была родственница ну как дальняя очень и она по большой любви вышла замуж прожили они двадцать или двадцать три года вместе. И у нее как бы обнаружили бесплодие или что-то такое в общем она не могла иметь детей и по врачам таскались и все что угодно потом она сама сказала ему что знаешь что я не хочу тебя мучить если ты не хочешь брать ребенка из детского дома то я пожалуй пойду своей дорогой а ты а ты своей возможно ты найдешь такую женщину которая сможет тебе подарить ребенка и она скорее всего говорила эти слова наверное чтобы ее остановили чтобы ей сказали что нет мне кроме тебя никто не нужен но мужчина как всегда понял все так как ему хочется не прошло и месяца как он нашел себе другую и у них сразу буквально через 9 месяцев людилась дочка а затем и сын в течение трех лет два ребенка появилось в семье он конечно был несказанно рад но хочешь не хочешь уже за время как бы союза так скажем да появилась куча общих знакомых общих друзей и естественно рассказывали про то что там родилась дочка жена опять беременная и и у этой девушки можно сказать он был первой любовью то есть в школе они учились вместе кроме него как бы у нее никого не было ни матери ни отца и вот в скором времени вот точно вам не скажу наверное собру у нее появилась онкология заболела и умерла хотя родственников болеющих онкологии у нее не было так что мой вам совет не нужно ни из-за чего расстраиваются в этой жизни сделайте только хуже себя всегда думайте ну и пофиг болгарский перец конечно обалденно когда у нас был частный дом столько не любила настолько не любила мама там сажала и болгарские перцы и зелень и лук и все на свете но такой любви не было и самая вкусная часть которую я люблю оставлять напоследок колбаса обалденно вкусна в общем суть заключается в том что если мы сами не будем беречь себя от стресса от всех этих воздействия никто не будет по идее лучшей жизни исключить сериалы за которые вы реально очень сильно переживаете я смотрела сериал клон я настолько переживала за Саидом весь день ждала очередную серию сидела около телевизора и думала блин когда же начнется когда же начнется просто смешно если честно раньше один дома сидели ждали перед телевизором что ой вот посмотрим либо надо было покупать кассеты а сейчас включил телефон компьютер в удобное тебе время даже в какие ксэ не не « знал », напиток даже не открыла просто идеально с окрешкой как болгарский перец в тему в общем моя хорошая я наелась был очень вкусный рецепт будет внизу обязательно готовьте ставьте лайк этому видео подписывайтесь всех люблю целую пока